Между тем, День Победы отметили в комплексном центре социального обслуживания населения совместно со школьниками. Сотрудники учреждения подготовили для ветеранов и детей войны настоящий праздник. Подробности далее. Любимые разными поколениями песни военных лет с удовольствием подпевали гости праздника. А когда прозвучал знаменитый севастопольский вальс, они пригласили друг друга на танец. Под опекой Люберецкого КЦСО находятся двое участников Великой Отечественной войны. Семен Бобков – активный участник всех мероприятий, которые проходят в стенах социального учреждения. Все эти дни мы приходим в настроение и сами участвуем, и смотрим, как проходят все какие мероприятия по телевизору, слушаем по радио. Я вам пожелал, как всегда обычно говорят, мирного неба, самое главное. 9 мая – не единственный праздник, который отмечают в Центре социального обслуживания. Важная составляющая работы учреждений – организация досуга и культурной программы для своих подопечных. Все мероприятия мы проводим к основным значимым праздникам, которые отмечаются в нашей стране. Ближайший такой праздник – это 1 июня, День защиты детей. Мы будем проводить, опять же, на базе наших детских мини-центров, это улица Кирова, дом 12, город Люберца. В орбите мы будем проводить такое же мероприятие для всех детишек. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.